МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты чувствуешь, когда в публике есть какое-то особое ощущение, ожидание этой встречи, эти концерты. Ребята стараются. В Заполярье выступили музыканты Оркестра Мариинского театра под управлением одного из лучших дирижеров современности Валерия Гергиева. Отправить посылку в тюрьму теперь можно, не выходя из дома. Кондитерка, бокалея, сладости разные, сигареты, напитки. В учреждениях Заполярного УФСИ новая услуга – интернет-магазин. Потерял руку на производстве – докажи, что не виноват. Из-за отсутствия руки не могу пойти по жизни так, как я хотел. Суд рассмотрел иск Роберта Назарова о возмещении морального вреда. Оживший персонаж из детской сказки в Мурманске. Спасибо, спасибо, что вы меня разбудили, потому что муми-мама спит. Почему муми-тролль оказался в Заполярье без муми-мамы и муми-папы? На этой неделе столица Северного флота отметила день рождения. Североморску исполнилось 63 года. Несмотря на то, что памятная дата наступила 18 апреля, торжественные мероприятия для гостей и жителей города было решено перенести на воскресенье. В честь Дня города – народные гуляния. Помимо разнообразных конкурсов – концерт группы «Виа-синяя птица». А накануне праздника базу Северного флота посетил министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе рабочей поездки он проверил готовность береговой инфраструктуры к приему стратегических атомных подводных лодок четвертого поколения класса «Борей» и «Ясень». В целом Сергей Шойгу базой Северного флота остался доволен. Глава военного ведомства посетил соединение и воинские части. Штаб Северного флота заслушал доклад командующего СФ адмирала Владимира Королева. В ходе поездки министр обороны также проверил ход строительства жилых домов для экипажей новых атомных подводных лодок и членов их семей. Посетил недавно построенный универсальный спортивно-тренировочный комплекс и другие объекты в военном городке подводников Гаджиева. Глава ведомства поставил задачу проработать вопрос создания в гарнизоне культурного центра, где могли бы проводить свободное время моряки-подводники и члены их семей. К тому же Сергей Шойгу поручил командованию Северного флота в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об организации отдыха моряков-подводников и членов их семей в ведомственных санаториях в Крыму. Жителям Североморска на минувшей неделе повезло вдвойне. Помимо празднований в честь дня рождения города, военнослужащих и членов их семей ждал благотворительный концерт. Брас-ансамбля под руководством одного из самых известных дирижеров современности – Валерия Гергиева. Музыканты Мариинского театра выступили в Североморске и в Мурманске в рамках 13-го Московского пасхального фестиваля. Валерий Гергиев в Заполярье уже третий раз. Впервые приезжал к нам в 2009-м, когда «Север» включили в программу фестиваля. А музыканты Мариинки и вовсе бывают в Заполярье каждый год. В этот раз симфонический оркестр под управлением маэстро выступил в Дворце культуры и народного творчества имени Кирова. Как прошел концерт и какую аудиторию для театра Валерий Гергиев считает самой важной в сюжете Виталия Шувалова. Что ни год на мурманских концертных площадках аншлаги. Классическая музыка, судя по реакции зрителей Заполярье, из тренда не выйдет никогда. Что поражает, так это исключительная работоспособность оркестра Мариинского театра. Та скорость, с которой они перемещаются по стране и дают по несколько концертов в день, недоступна для многих эстрадных звезд. У кого и у людей, и аппаратуры меньше в разы. К примеру, в среду в Калининграде последний концерт начался в 8 вечера. Уже в 3 часа следующего дня музыканты в Североморске. А закончив этот концерт около 9, сегодня они уже выступали в 11 утра в Беломорске. Ты чувствуешь, когда в публике есть какое-то особое ощущение, ожидание этой встречи, эти концерты. Ребята стараются, поверьте, нелегко играть прямо с колеса из самолета после огромного перелета. Но я думаю, что все понимают артисты, что эти встречи с публикой здесь и вообще в многие регионы России нам такой платят эмоции. Труппу у маэстро интернациональная в ДК Кирова за роялем солировал Сёнг Джин Чо, южнокорейский пианист-вундеркинд. В возрасте 10 лет он был удостоен третьей премии на национальном конкурсе пианистов имени Шопена. Вообще, основной профиль фестиваля в этом году участие в нем молодых музыкантов. Именно на молодежь маэстро и делает основную ставку. Классическая музыка таким образом, это недорогой проект, но это проект умный. Это инвестировать в будущее вот таким образом. Это очень умный, благородный проект. И закрытие Олимпиады показало, мне кажется, с блеском, какими великолепными ресурсами для будущего и что такое настоящее лицо России. На закрытие Сучинской Олимпиады Валерий Гергиев собрал и дирижировал тысячным сводным детским хором, в котором, кстати, был и детский хор из Мурманска. Это не разовая акция. Этот хор должен превратиться в колоссальный, как мы хотим себе, национальный проект, который объединит миллионы детей, которые будут хорошо петь и петь вместе. Мариинский театр, гордость России, культурное достояние всего мира. Сегодня там самая многочисленная аудитория, не иностранцы, даже не туристы, не любители балета. Это дети, семьи, студенчества. Для каждой социальной группы действует своя система абонементов, чтобы театр был как можно более доступен. Это конкретно целевые спектакли, нацеленные на приход Мариинский театр семьи, семьи целой. Мама, папа, ребенок, или бабушка и двое детей, или трое еще лучше, или четверо. Мы все варианты считаем хорошими. В шестнадцатом году, в дни празднования, столетия нашего любимого города Мурманска, в планах Мариинки, здесь дать концерт. И мы за это, конечно же, Валерий Абиславович, вам очень и очень благодарны. Впрочем, кому и по силу осваивать подобные проекты, так это маэстро Гергиеву. Артист мира, с 96-го года художественный руководитель и директор Мариинского театра. Народный артист трех стран, почетный гражданин четырех городов. Он инициатор создания и художественный руководитель многих международных музыкальных фестивалей, в числе которых фестивали в Финляндии, Израиле, Голландии, «Звезды белых ночей» в Петербурге и, конечно, Московский пасхальный фестиваль. Он завершится 9 мая традиционным, открытым благотворительным концертом на Поклонной горе в Москве, где ежегодно собираются по 100-150 тысяч человек. Виталий Шувалов, Антон Батаев, телекомпания «Артип-ТВ». Потерял руку на производстве, теперь попробуй докажи, что сам не виноват. На минувшей неделе Первомайский районный суд Мурманска рассматривал дело по иску Роберта Назарова о возмещении морального вреда. Почти год назад 19-летний юноша остался без руки. Устроившись на первую в своей жизни работу, он, как и все, надеялся на постоянную заработную плату и рост по карьерной лестнице, а получил инвалидность. ЧП произошло при очистке конвейера. Позже Роберт Назаров говорил о правилах безопасности в ООО «Экарус». Ему никто не рассказывал. Защитных средств не выдавали. Сразу после происшествия инспекция по труду вывела на предприятие более 30 нарушений. Это и переработки, и заниженные зарплаты. Однако представитель компании на суде заявил, к случаю с Робертом все эти нарушения не имеют никакого отношения. Решение убирать камни из-под барабана, из-под ленты, потерпевший принял самостоятельно, вопреки указанию своего начальника карьеры, идти переодеваться и заканчивать работу. Поэтому непосредственно причинительным вреда является сам потерпевший. Те нарушения, которые были выявлены в ходе проверки, имеют косвенный, относятся к косвенному характеру, то есть имеют отношение косвенное непосредственно к этой трагедии, которая произошла. Представитель предприятия «Карус» предложил заплатить Роберту 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Молодой человек обратился в суд с иском на 8 миллионов, и только протест стоит больше 4. Суд вынес свое решение – удовлетворить иск частичный, обязать компанию «Карус» выплатить Роберту Назарову 1 миллион рублей. Решениями суда, конечно, мы не удовлетворены. Скорее всего, мы будем обжаловать его. То есть остаться человеку без руки полностью, получить за это миллион, но, в общем, это без комментариев. Расстроен решениями сам Роберт. Вместо того, чтобы давно быть в клинике Финляндии, он вынужден защищать свои интересы в суде. Решение Первомайского значит – хождение по мукам для него не прекращается. Ну и вот суды, поликлиники, все то же самое, в принципе. А где ты ищешь работу какую? Да, при любую, кроме дворника и продавца-консультанты. Борется за свои права Роберт не в одиночку. Его поддерживают мурманчане, которые помогли собрать уже 3 миллиона рублей на протез. Но его стоимость растет вместе с курсом валют. Да все мурманчане, в общем-то, собирали. У нас кубы стоят по всему Мурманску. Кто-то даже лично домой приносил. Мы очень благодарны мурманчанам. Еще нужна помощь? Да, нам еще надо миллион, миллион шестьсот. Сегодня от мечты обрести искусственную руку Роберта отделяет полтора миллиона рублей. Семья парня просит помощи у всех неравнодушных. Подробно о том, как ее оказать, можно узнать в группе «Сбор на протез руки Роберту Назарову» в социальной сети ВКонтакте. Как в Мурманской области обстоят дела с соблюдением прав человека в местах лишения свободы? Медицинское обслуживание в колониях Заполярье далеко от совершенства. Есть проблемы и с условиями содержания заключенных. Об этом заявили члены Общественной наблюдательной комиссии. На встрече с общественниками, контролирующими соблюдение прав человека за колючей проволокой, присутствовал главный уполномоченный Мурманской области, сотрудники полиции и офицеры УФСИН, а также главный детский омбудсмен Борис Коган. Главная цель Общественной наблюдательной комиссии – пресечение нарушений в отношении заключенных и подследственных со стороны силовиков. Негативное то, что у нас есть, соблюдение прав человека, оно есть. Особенно если перечислять частные случаи, то их очень много. Практически в каждой колонии есть проблемы. Сейчас вы слышали, первое – это на каждом посещении обращают внимание осужденные на медицинское обслуживание. Тем более в связи с структурными изменениями, переходом подчинения из органов УФСИН в отдельную структуру, эти проблемы и на период реорганизации, и, как сейчас отметили члены ВНК, имеют даже системный некоторый характер. Но я думаю, что мы с этим тоже справимся. Победить все навряд ли получится, но хочется отметить, что и органы УФСИН, и органы УМВД, пусть даже не так, конечно, как нам хотелось бы, но на наши все замечания, на наши требования реагируют. Зато в новой услуге, которая начала действовать во всех учреждениях заполярной исправительной системы, общественники видят пока только плюсы. Речь идет об интернет-магазине. Теперь посылку за колючую проволоку можно отправить, не выходя из дома. Чай, кофе, консервы, сигареты и печенье. С ассортиментом товаров, на которые в колонии повышенный спрос, ознакомились наши корреспонденты. Зажигалки, спички, есть крупы быстрого приготовления, есть большой выбор бакалея. Любовь Ивановна свой товар хвалит как на базаре. В магазин при ЕК-18 заходят как сотрудники, так и осужденные, содержащиеся в колонии-поселении. Достойный ассортимент продуктов помогает разнообразить меню, говорят арестанты. Пользуется спросом довольно-таки большой ассортимент товара, то есть и лимонады те же самые, да, сигареты, конфеты, крупы. Те, кто находятся в колонии, посещают свой магазин, где могут обналичить средства, находящиеся на лицевом счету. Но, конечно, львиная доля осужденных регулярно получает посылки от родственников и друзей. Сейчас у Почты России появился прямой конкурент. Это интернет-магазин. Достаточно просто зайти на официальный сайт «ФСИН-заказ», заполнить стандартную форму и отправить заявку. Оплатить ее можно любым способом – через электронные кошельки, терминалы в отделениях банков или переводом с карты. Как только заключенный за галючей проволокой получит товар, эти деньги поступят в «ФСИН». У меня родственники находятся далеко, в Саратове, в Московской области. Поэтому им очень удобно. Они могут зайти в интернет и без проблем, чтобы не на посылки передавать. Потому что и на посылки и сборы нужно платить. Здесь ничего не нужно. Просто заявку оформили, деньги перевели. Раньше были проблемы с Почтой России. У них то посылки приходят, не приходят. Задержки. А здесь нет. И плюс ничего не порчится. Все пришло. Сразу все свежее выдали. Потому что посылками, передачами не все можно передать. Потому что есть коробочные товары. Здесь они все в наличии. Свежие. Все быстро и удобно. Конечно, колонии и СИЗО – это не санаторий. Поэтому каждый день слать посылки осужденному бесполезно. Есть определенный лимит. Надо уточнять, сколько ему положено и с какого периода посылка или бандероли. Максимальный лимит – 20 килограммов. Больше 20 килограммов, конечно, передачу он не может получить. Рассчитать, насколько килограммов потянет передачка, можно также на сайте в СИН-заказ. Рядом с товаром обязательно указан его вес. Услуга интернет-магазин сейчас работает во всех учреждениях пенитенциарной системы Заполярья. Правда, про такое нововведение знают не так много. Не то, что северян, а россиян. Всего на столе заказов виртуального гастрономы сейчас чуть больше 70 тысяч оформленных заявок. Министр поставил неут. На заседании коллеги Министерства энергетики и ЖКХ обсудили вопрос установки общедомовых приборов учета. Они должны были появиться в каждом многоквартирном доме до 1 июля 2013 года. Но даже спустя 10 месяцев после дедлайна задача не выполнена. Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский с самого начала коллеги объявил, разговор будет для многих неприятным. Вопрос об оснащении жилищного фонда счетчиками находится на личном контроле губернатора. Ведь неисполнение федерального закона выставляет не в лучшем свете весь регион. Мы уже занимаемся там третий год и оснащенность там 70%. На этом надо уже поставить точку, все сделать, ввести в коммерческий учет и не говорить кто больше, кто меньше, сколько потребили, сколько заплатили. По такой схеме живут 16 муниципальных образований в Мурманской области. Например, Кировск, Коло, Островной Александровск, Печенга. Там общедомовыми приборами учета оснащены все дома. Вместе с тем остаются и те муниципалитеты, которые еще далеки от цифр в 100% или попросту не представляют информацию о реализации закона. Вы знаете, там много факторов, которые повлияли на несвоевременную установку приборов учета. Как раз сегодня мы все эти факторы сбили. В том числе есть и то, что вы говорите, не было вовремя проведено собрание, в том числе и позиция управляющих, в том числе и позиция ресурсно-оснабжающих организаций и самих муниципалитетов. История с установкой общедомовых приборов учета вовсе не новая. И время X 1 июля 2013 года тоже не первоначальное. Сначала закон предопределял, счетчики должны установить собственники до июля 2012 года. И только когда задачи не справились, срок продлили еще на год. И назначили ответственными ресурсоснабжающие или сетевые организации. Мы сегодня сделаем хороший шаг. И предприятие «Мурманнергосбыт», в зоне которого находится город Герой Мурманск, Североморск, они уже объявили конкурс, мы сегодня услышим. И огромное количество приборов там, более 500 будут установлены. Водоканал, мы тоже помогли Водоканалу федеральными деньгами. Тоже закроют в этом году Мурманск, Колу, Мурмаши, но другие организации, которые сегодня являются муниципальными, организации другой формы собственности, где арендуют имущество муниципальное, должны тоже к этому стремиться. Представители правительства отметили, теперь вопрос о счетчиками должен быть решен до конца этого года. Анастасия Карева, Максим Лобицкий, телекомпания «Арктик-ТВ». Впереди выпускные и вступительные экзамены. Но все лишь школьники определились в будущей профессии. Многим сделать этот нелегкий выбор помогают дни самоуправления. Ну, пожалуй, это самый интересный способ. Ближе познакомиться с разными специальностями. На минувшей неделе некоторые мурманские школьники побывали библиотекарями. «Привет, как твой взгляд?» «Я могу донить». «Я могу донить». «Какой твой взгляд?» «Какой твой взгляд?» «Три тебя». «Три тебя». «То есть что я сделала?» «Для того, чтобы...» «То есть ты ищешь глаз?» «В». «Дальше «В». Восьмиклассница Юля сегодня как персонаж арабской сказки «Калиф на час». Впервые пробует себя в роли начальника. Точнее, библиотекаря. В это книгохранилище девушка часто заходит взять литературу на дом. А вот сегодня исполнилась мечта на себе проверить, сложно ли заполнить формуляр или общаться с разновозрастными читателями. «Это интересно. Я люблю чем-то заниматься. Есть какие-то... Ну, это не акция, как бы, ну, поработать библиотекарем, можно так сказать. Но, как бы, это все-таки в роли какой-то профессии себя попробовать. Я даже не представляла... Ну, например, вот мы видим, когда открываем книгу, вот что это за буквы, да, там «Д» и «И». Теперь я узнала, что это «И» иностранка, да. Вот, то есть, как бы, мне, ну, не знаю, я свою работу оцениваю. Ну, можно сказать положительно, потому что это первый раз новый опыт. Сегодня информация не только на бумажном носителе, но и на электронном, и аудио. Всевозможные варианты, да. И сегодняшний библиотекарь должен со всем этим уметь работать. День самоуправления в 17-м филиале детской библиотеки организовывают уже третий год. Старшеклассников приглашают в гости для того, чтобы рассказать, как же изнутри устроено книгохранилище. Или? Давай, познавь. Так, поднимай. И аккуратненько сложили, да? В читательском зале школьницы смогли собственноручно сброшуровать журнал. А в книгохранилище поняли, что такое регулярная уборка пыли. Нас разделили на три группы. Я оказалась в техническом отделе. Мы сначала познавали о компьютерах, что где находятся, что можно найти книги разные под номером, по названию. Мне очень это понравилось. Потом мы начали книги вращировщиком делать, такой прибор. Он мне очень понравился. Хотелось бы, чтобы это почаще происходило. Нас так собирали, приходили, занимались. Мы выбрали журналы, сделали, вклеили вкладки, филиал, печати поставили. Все очень понравилось. Но самое главное, что поняли дети, то, что библиотекарь не просто тетя в очках с толстым журналом в руке, а прежде всего грамотный специалист в разных гуманитарных областях. Это и знание читателя, его психологии, его возрастных особенностей. Это знание литературы. Очень хорошо для того, чтобы суметь посоветовать эту литературу детям, каждому по их запросам. Каждый читатель, который пришел к нам, он примеряет на себя определенную роль. Кто-то будет заведующим библиотеки и регулировать все процессы в библиотеке, проходящие. Кто-то будет работать в читальном зале и заниматься регистрацией журналов, газет, отмечать их в картотеке и так далее. И пусть работа в библиотеке не самая прибыльная, Юлия Степанова для себя уже решила, что после окончания школы она сюда обязательно вернется, уже в качестве специалиста. Да, ребенка нужно мотивировать на выбор профессии с детства. Вот, например, стать актером с пеленок может помочь городской фестиваль творческих коллективов дошкольных учреждений. Он проходит в Мурманске уже в пятый раз. Вместе с жюри проекта наши корреспонденты оценили конкурсные работы. Я не мячик, я не горжик, я не шука, я лесной колючий ежик. Один из главных персонажей сказки – ежик. Как ни посмотри, роль мужская. А исполняет ее девочка Даша, которая в циническом образе даже жюри узнавала с трудом. Неудивительно, ведь с подготовкой ей помогал папа. Потому что я люблю его. Он еще колючий. И у меня так получилось, что мне ежика сделали. А расскажи, о чем ваш спектакль? О чем? О девушке и игулечке. Она без друзей сначала была, а потом с друзьями. Театр юного мурманчанина – это городской конкурс среди детских садиков. Здесь также, как в больших проектах, есть свои номинации – романтический, музыкальный и кукольный спектакли. В городе Мурманске у нас большое внимание уделяется творчеству детей. Независимо от возраста – школьного, дошкольного. И фестиваль, на котором мы сегодня присутствуем, очень востребован в коллективах. И каждое третье дошкольное учреждение участвует в этом. Некоторые предпочитают готовые сюжеты, а кто-то, как коллектив 45-го детского сада, сам придумал маленькую сказку и даже тексты песенок. Под конец аплодировали буквально все зрители. Трудились, да, старались, учили текст, учили песни. Сложно было выучить? Ну, нам, наверное, было так трудновато, да? Но нам кажется, что у нас получилось. Получилось, ребят? Получилось. Получилось. Возможно, так с малого начинается актерская карьера. А может быть, рождаются новые творческие таланты. В любом случае, театральная практика как минимум учит уверенности и хорошим манерам. Молодцы! 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 На минувшей неделе главный герой известной финской сказки Туви Янсен, мумий-тролль, прилетел в Мурманск и рассказал детям о своей семье и своей стране. Вот только в путешествие он отправился без своих родителей. Что случилось с муми-мамой и муми-папой, расскажем далее. Сказочные герои Туви Янсен – белые существа с большими животами и мордами. Отзывчивые, добрые и искренние. Гостеприимное семейство троллей живет в своем бескорыстном мире и борется со злом. Вот его лапки замечательные. Какой он получился у тебя, Соня, веселый. Первая книга финской писательницы Туви Янсен вышла в свет в далеком 1945 году. Популярность пришла спустя год, а чуть позже во многих странах мира был настоящий мумий-бум. И про семейство троллей знали, пожалуй, в каждом доме. Россия – не исключение. Они пользуются таким успехом, на наш взгляд, потому что они очень похожи на наши сказки, на наш российский менталитет. Они добрые, в них нет агрессии, хотя фантастический сюжет и фантастическая сказочная атрибутика там всегда присутствует. Книги Туви Янсен в стране Суоми самые красочные и яркие. Обычно финская литература иллюстрируется в спокойных, а порой черно-белых тонах. Те, кто знаком с жизнью фантастических персонажей, знают – зимой тролли впадают в спячку. Весной начинается пора путешествий и приключений. Главный сказочный герой Муми-тролль на этот раз отправился на крайний север. Привет! А что, весна уже наступила? Да, Муми-тролль, наступила весна. Пора просыпаться тебе и всей твоей семье. Спасибо, спасибо, что вы меня разбудили, потому что Муми-мама спит. Муми-папа спит. Страна Муми-тролли действительно существует. Уже не первый год на юге Финляндии, в старейшем городке Наантале, открыт Муми-парк, единственный в мире. Это такой маленький остров, единственный парк в мире, такой тематический парк. И там Муми-тролль живет своей семьей. И там это туристический объект, куда можно посетить. Сегодня сказки Туви Янсен про Муми-тролли переведены более чем на 30 языков мира, а автор признана самой переводимой из Финляндии. В этом году почитатели творчества Туви Янсен отмечают 100-летний юбилей детской писательницы. Мы прервемся на небольшую рекламу. Смотрите во второй части нашей программы. Игра в выборы. Каждая книга должна быть подписана председателем и секретарем. Подготовка к осеннему голосованию идет полным ходом. В рыбном порту утечка аммиака. Аммиак – это ядовитое вещество. Мурманск принял участие в общероссийских учениях МЧС. Упал шлем – плохая примета. Есть два типа мотоциклистов, которые уже падали, которым еще предстоит. Мурманские байкеры готовятся к открытию мотосезона. 13 тысяч километров на велосипеде. В Москве я подхвачу арбалет и в Забайкальском участке именно охотой буду выживать. Старт экспедиции в Мурманске. Что еще, кроме арбалета, с собой у путешественника? Вы смотрите итоговую программу «Столица». Мы продолжаем. Освобождены из снежного плена. На минувшей неделе спасателям удалось расчистить дорогу к поселку Териберка. Напомним, что из-за обильного снегопада транспортное сообщение с поселком было закрыто больше 10 дней. За несколько суток выпала месячная норма осадков. В первую очередь проезд открыли для транспорта с грузами первой необходимости, провизией и медикаментами. В населенном пункте начался дефицит продуктов, перебой с электричеством и телефонной связью. Их удалось своевременно устранить. А для эвакуации людей, которым требовалась срочная медицинская помощь, а также для доставки продуктов, использовали вертолет. К концу недели силами МЧС в поселок привезли 500 килограммов продовольствия и больше 20 тонн угля для котельной. Проблемы с проездом по Серебрянской дороге зимой возникают регулярно. Но таких заносов, как говорят старожилы, не было давно. Сейчас ситуация стабилизировалась. Серьезное ДТП произошло в Первомайском округе Мурманске. В районе дома номер 202 на Кольском проспекте столкнулись три иномарки. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. По словам свидетелей, автомобиль БМВ двигался в сторону юга, его водитель совершил резкий маневр. В результате немецкая иномарка столкнулась с автомобилем Мерседес, который двигался в попутном направлении. От удара БМВ отбросило на встречную полосу, где в это время ехал Форд. В течение часа движение на этом участке было затруднено. По факту происшествия проводится проверка. Тем временем еще одно ДТП произошло на 1237-м километре трассы Р-21 «Кола» на отворотке Капатитом. Столкнулись грузовой Форд Карго и Рено Логан. В результате два человека, находившиеся в салоне легковушки, погибли. С наступлением весны автомобилистам нужно быть предельно внимательными. Несмотря на то, что на большинстве дорог города еще сыро, а кое-где и вовсе лежит снег, мурманские байкеры уже готовятся к открытию мотосезона. Каждый год двухколесной техники становится больше, растет и число ДТП с их участием. И если автомобилисты оберегают кузов машины, то водитель мотоцикла открыт всем опасностям. О том, как новичкам защитить себя от падений, наш сюжет. У байкеров существует такая примета. Если уронишь шлем, перед поездкой обязательно случится что-то плохое. Это самый главный элемент защиты любого мотоциклиста. Без него движение на двухколесном транспорте запрещено. Как говорят специалисты, в случае аварии только экипировка спасет от серьезных повреждений. Хороший комплект, который может стоить как малокубатурный питбайк – около 40 тысяч рублей. Есть два типа мотоциклистов, которые уже падали, которым еще предстоит. Третьего недавно просто. Падает человек в любом случае, даже если не хотел, и от него это совершенно не зависит. На коленнике, на локотнике, металлическая защита спины. На мотоцикле в джинсах ездят только отчаянные. При падении асфальт, как наждачная бумага. Именно поэтому большинство байкеров щеголяет в брутальной коже. Но самая распространенная травма – это, как ни странно, перелом голени. Хочется пожелать, в первую очередь, конечно, пользоваться элементами безопасной экипировки. Это шлем, это современные накладки на конечности, которые позволят в случае падения избежать травмирования и даже летального исхода. И, конечно же, должен всегда пропадать здравый смысл. По статистике, каждый год около 180 человек в городе сдают на популярную и модную теперь категорию А. Большинство после одного сезона теряет фанатизм и больше не садятся на мотоцикл. Но для тех, кто все-таки решился на отчаянный шаг, объединение мотоциклистов города организует бесплатные лекции по безопасному вождению. Беспрецедентный случай дать возможность провести курсы безопасности вождения мототехники для любого желающего, причем бесплатно. На которых будут рассказывать о том, как правильно управлять мототехникой, как правильно на дороге двигаться с другими участниками движения, как избежать дорожно-транспортных происшествий. До открытия мотосезона, который длится в Северных Широтах совсем немного, осталось чуть больше месяца. За зимнее время водители автомобилей уже успели отвыкнуть от юрких, малозаметных мотоциклов, которые спокойно двигаются между ряди. Очень часто скорость двухколесных сложно оценить, отсюда большинство аварий. Так что водителям машин стоит чаще смотреть в зеркала. Пожалуй, каждый водитель хотя бы раз задумывался над тем, зачем вместо того, чтобы ремонтировать проезжую часть, дорожники закладывают ямы кирпичами. Этот вопрос сейчас вновь актуален. С наступлением весны снег сошел, очередной раз проявив проблемные участки. Городские власти дали ответ на этот вопрос. Оказывается, в действиях дорожников есть смысл. Я, к сожалению, сам в эти выходные наблюдал картину, когда машина попала в такую яму. Это пробитое колесо, к сожалению. Поэтому на сегодняшний день, еще раз повторюсь, так как не позволяет нам погода приступить к ремонту этих ям асфальтом, мы временно их заделываем кирпичом. Потом этот кирпич удаляется. Там, где сейчас кирпичные заплатки, вскоре будет заасфальтированный участок дороги. Управиться власти обещают максимум до середины июля. Но не только ямочный ремонт предстоит улицам Мурманска этим летом. Еще и капитальный. Дорожники займутся улицами Коминтерна, Калинина и Инженерная. Начнется строительство нового участка дороги, который свяжет Кольский проспект с ледокольным проездом. Масштабным работам будут сопутствовать и перекрытия дорог. Поэтому решено дождаться периода отпусков, когда город значительно опустеет, чтобы избежать пробок. И к другим темам. На минувшей неделе состоялась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Большинство вопросов касалось последних событий на Украине. А вот тема коммунального бардака отошла на второй план. Если здесь позиция всех слоев населения в отношении Украины была однозначной, лишь бы не было войны, то война с коммунальщиками. У жильцов в России ведется постоянно. Ситуации порой складываются совсем неоднозначные. Вот и в Мурманске конфликт возник у жильцов дома номер 7 по улице Полярной Зори с организацией Мурманская управляющая компания. Подробности у наших коллег. Полярной Зори 7 это 80 квартир. Управляющие компании платят только за содержание и текущий ремонт жилья. 1100 в месяц. Все остальные расчеты с поставщиками напрямую. Чуть больше года назад жильцы сменили управляющую компанию Октябрьский ЖЭУ на другую. Говорят, что особой разницы за это время не почувствовали. Как ничего не делалось, так и не делается. А платить стали больше. Хотя они говорят, что они что-то делают. В результате как подъезд топило, так и топит. Естественно, что вода закрылся уже. Разговаривается не переговорить. То это наша территория, то это не наша территория. Ищите хозяина гаража, пишите в администрацию. То есть опять должны мы все сами. Претензий накопилось достаточно. К примеру, по договору обслуживания, подъезда и придомовую территорию должны убирать 6 дней в неделю. А убирают в лучшем случае, как говорят жильцы, раз-два. На что уходят деньги, непонятно. И отчет я попросила за год. Куда что использовано. Мне это все было с таким недовольством. Предъявлен этот отчет. И в итоге я поняла, что в отчете мы больше всего платим за бухгалтерские, юридические услуги. Налог по ОСН и услуги по управлению превзошли все ожидания. Ни в одной строке нет такой суммы, как мы платим за услуги управления. И в довесок. Руководство управляющей организации Хамид говорит гадости, отчетов сразу не предоставляет, консультации тоже не дают. Хотя, согласно документам, жильцы оплачивают и их тоже. Впрочем, на вопросы наших корреспондентов новый генеральный директор управляющей компании согласился ответить сразу. По всем претензиям жильцов. Я вчера лично был в 4 часа на доме. Мне было интересно посмотреть, в каком состоянии дом. Я был у гражданки Лебедевой, заходил во все подъезды, поднимался до пятого этажа. С точки зрения санитарного состояния, придомовой территории и подъездов у меня нарекания не вызвало. Ну, чистых подъездов. Значит, не сказать, что подъезды отремонтированы, да? Со слов директора, уборщица получает порядка 11 тысяч рублей в месяц. Соответственно, зарплате и график работы. Если жильцы хотят, чтобы убирали чаще, значит, надо платить больше. Крысы, бегущие из гаража, не зона ответственности управляющей организации. И о постоянном затоплении подвала. Руководитель в курсе. Говорит, неделю назад собирали комиссию. Есть поступление в подвальное помещение воды из-за стенки здания. Значит, все заинтересованные стороны были. У нас возникает вопрос к водоканалу. Водоканал не предоставляет схемы расположения на данном участке. Не можно на сегодняшний день понять, откуда поступает вода, потому что все в полном объеме никогда не могут собраться на комиссии. У кого-то нету схемы, у кого-то нету чего-то еще, и приходится переносить и переносить. Регулярно освещая коммунальные проблемы по всей области, можно говорить о том, что беды этого отдельно взятого дома не так уж страшны. Впрочем, жильцов это волновать не должно. Люди платят и хотят понимать за что. Руководитель, по крайней мере на камеру, утверждает, что от диалога не отказывается и готов отчитаться за каждый рубль и ответить по существу по всем претензиям. Впрочем, если полюбовно договориться не удастся, у жильцов все же есть выбор. Создать ТСЖ и самим управлять своим домом, сменить управляющую компанию или отстоять свои права в суде. Правда, в последнем случае юридическая практика складывается явно не в пользу собственников. Виталий Шувалов, Антон Батаев, телекомпания «Арктик ТВ». Пока одни борются с нерадивыми коммунальщиками, другие меняют свое жилье. Старейший микрорайон города обретает новую жизнь. В новостройку на Генералово переезжают люди, а по соседству уже возводят два социальных малоэтажных дома. О первых поселенцах, их впечатлениях и замечаниях наш сюжет. Хорошо, что в новой квартире не нужно делать ремонт, признается Капиталина Николаевна. Она была в малоэтажке, когда внутри только начинали отделку. Тогда женщину смутила планировка. Но первое впечатление всегда немного обманчиво. Теперь хозяйка довольна всем и с нетерпением ждет отпуска, чтобы осуществить долгожданный переезд. Вот выйду в отпуск, буду заниматься капитально, уже расставлять порядок, красоту наводить. Вот тогда уже я вас могу пригласить. А сейчас у нас развал один. Все, больше ничего не могу. Рада, конечно, что я получила ключи. Рада, что мне нравится этот район. Нравится обои, нравится. В общем, то есть все по моему вкусу сделано. Пока одни жильцы сидят на чемоданах, другие уже успели переехать и обустроиться. Этот процесс не занимает много времени. Ведь люди вселяются в полностью подготовленные комнаты. На стенах обои, а санузел сияет новенькой кафельной плиткой. После аварийных деревяшек, в которых удобства были на улице, эти квартиры кажутся чудом. Ну а квартиры, вы видите, они светлые, просторные, удобные. Кухня большая, не те, которые раньше делали 5 метров, семья не могла поместиться. Очень хорошие коридоры, сантехника. То есть квартира сделана так, вот можно заходить и жить. Первый опыт по строительству социальных домов получился удачным. Но есть и небольшие недочеты. Пока строители не успели благоустроить прилегающую территорию, паркинг и детская площадка появятся в мае. Ну а замечания в планировке и конструкции малоэтажек, поступившие от жильцов, учтут при строительстве нового жилья. Я думаю, что нам нужно обратить внимание на ширину проемов в квартиры, потому что есть проблемы непосредственно с доставкой мебели. Я думаю, что нам нужно обратить внимание на величину санузлов, потому что не вылезают некоторые бытовые приборы, к которым уже сейчас люди так привыкли, например, к стиральной машинке. Ну а в целом, в основном, я не вижу никаких проблем. Три дома на улице Генералова построены по современным энергосберегающим технологиям. Это только начало крупной застройки жилстроя. По соседству уже возводят фундамент и стены еще нескольких домов на 72 квартиры. Срок сдачи проекта – осень этого года. 13 многодетных семей Мурманска получили сертификаты на приобретение жилья. Эта дополнительная помощь от городских властей позволит купить таким семьям новую квартиру. 20% от ее средней стоимости оплачивает муниципалитет. Наши корреспонденты побывали на торжественном событии и пообщались с многодетными родителями. Аплодисменты, аплодисменты, дорогие друзья, это огромная семья. В списке награжденных многодетная семья Тюкановых на первом месте. За великую силу этой хрупкой женщины. У мегамамы Дины Тюкановой 8 детей. Первый ребенок появился на свет 15 лет назад. Самая младшая малышка едва научилась ходить. Своё право на получение социальной выплаты этой многодетной семье еще предстоит реализовать. Найти квартиру площадью не менее 120 квадратных метров задача непростая. Дело в том, что по нормам областного центра на каждого члена семьи предусмотрено 12 квадратов. На сегодняшний день у нас трехкомнатная квартира. Конечно, для нашей семьи этого мало. И мы хотим, чтобы расшириться естественное желание. Мы планируем продать свою квартиру, плюс ту помощь, которую оказывает нам наш город. И также материнский капитал. Вот если бы эта программа была принята у нас еще так лет назад, я бы, наверное, тоже стал главой семьи, многодетной. Но, к сожалению, она вступила в эту программу только совсем недавно. Ну, правда, я являюсь многовнуковым дедушкой. Но такой программы у нас еще в городе нет. Надо есть над чем работать. В прошлом году в долгосрочную целевую программу обеспечения жильем молодых и многодетных семей Мурманска внесли изменения. Для получения субсидий из бюджета на покупку жилья были сняты ограничения по возрасту супругов. Естественно, что определенные действия необходимо совершить. Собрать, заявиться в программу, собрать необходимые документы. Ну вот, смотрите, сегодня у нас апрель месяц. Естественно, работа началась в январе. То есть вот за три месяца люди совершенно спокойно смогли заявиться и собрать документы, и получить сертификаты. И теперь имеют полную возможность уже осуществлять поиск квартир, заключать дальше договора с банками, собственно говоря, приобретать квартиры и заселяться. Это социально значимая программа, которая поможет эту проблему демографическую решить. Потому что семьи чувствуют поддержку городской администрации, которая заинтересована в том, чтобы в городе Мурманске было много юных мурманчан. Именно для их будущего и делается все для того, чтобы они жили в комфортных и хороших условиях. Сегодня Мурманск – один из немногих городов России, где многодетным семьям помогают расширить жилплощадь. При покупке квартиры часть расходов берет на себя муниципалитет, а именно 20% от ее средней стоимости. Размер выделяемой субсидии зависит от количества членов семьи. В этом году 13 мурманских многодетных семей получили социальные выплаты. Готовься они летом, так гласит знаменитая поговорка. И мурманские депутаты стараются ей следовать. Выборы в Горсовет только осенью, но подготовка к ним идет уже полным ходом. Работа со списками, оформление участка, подведение итогов. Обучить всему этому членов участковых комиссий Мурманский избирком решил в форме деловой игры. Для полноты эксперимента вы подходите, вас в списке нет, подходите к секретарю, чтобы он внес вас в продолжение списка. В актовом зале администрации Ленинского округа сымитирован стандартный участок для голосования. Урны, кабинки, столы с документами. Все для того, чтобы представители избирательных комиссий смогли полностью окунуться в рабочий процесс. Потенциальные слушатели будут избирателями, а опытная, очень опытная, хорошая комиссия проведет голосование на их глазах, с комментариями. Все проведет выборные действия. И в течение часа мы постараемся вложить весь день голосование, начиная от открытия избирательного участка и кончая подсчетом голосов, выдачей уже копий протокола. Предъявляем переносную урну, показываем, что она пускает. Сейчас очень хорошо урны прозрачные, поэтому все видно. Открываем, да, но открываем. Показываем бутик. В обучающем семинаре приняли участие около 200 членов избирательных комиссий. Каждый мог себя попробовать в процедуре голосования и найти ответы на самые сложные вопросы. Как выясняется в теории, участковой комиссии приходится заполнять огромное количество протоколов, которые имеют свои особенности и нюансы. Конечно, хотелось бы на этих моментах, чтобы наш территориальный избирком обратил внимание особенное. То есть есть определенные моменты, как правильно себя вести с избирателями, с наблюдателями. Это все очень важно. После обучения в мае председатель избирательных комиссий ждет тестирование. Если знаний по-прежнему будет не хватать, тогда избирком будет работать с каждым индивидуально. Для того, чтобы в единый день голосования, 14 сентября, мурманчан на участках встречали исключительно грамотные специалисты. В Мурманске отмечают 365 лет со дня образования пожарной охраны. Первые круглосуточные дозоры были организованы еще в 17 веке. И хоть в современной России официальные празднования проходят 30 апреля, мурманские ветераны, пожарные по старой традиции, собираются именно 17-го. Почему? Узнаем из материала наших коллег. Александр Зива пошел работать пожарным еще в 70-х прошлого века. Признается, тогда и техника была примитивней, и пожары поопасней. Деревянных домов в Мурманске было много. Признается, что хоть нервы и железные, о некоторых случаях до сих пор тяжело вспоминать. Особенно в душу запала трагедия ноября 1994 года. Двое детей остались без присмотра. Решили устроить дома в отсутствии родителей. Неблагополучная семья на втором этаже, небольшой костерок. И из-за этого пожара, произошедшей в этой квартире, погибли обои этих ребят малолетних. И выгорел полностью подъезд. 18-летний Семен Макаренко пока только мечтает о карьере пожарного. Студент университета противопожарной службы еще в школе твердо решил спасать людей из огненной стихии. Сегодня он пришел почтить память погибших при исполнении долга. Это великая честь, великая память. И все, кто спасал, все, кто помогал, они не должны быть забыты. Митинг, посвященный Дню пожарной службы, это не только торжественные речи, но еще и выставка специальной техники. На плацу красуется цистерна 68-го года, одна из самых старых в области. Пожарные шутят, старый конь борозды не испортит, лошадка до сих пор на ходу. С ней соседствует более современный скакун, коленчатый подъемник, стрела которого может достигать 75 метров. Ветеранам пожарной службы очень интересно посмотреть на новинки, ведь в свои годы они о таком и мечтать не могли. Обмениваются какими-то мнениями, а мы имеем возможность познакомить их с современной пожарной техникой, с жизнью пожарного подразделения. Цветы возлагали к мемориалу великого пожарного Ивана Никитовича Какушкина, который руководил пожарной охраной Мурманской области в течение 30 лет. При нем пожарные получали всесоюзные награды. Коллеги говорят, что Иван Никитович был очень тихий в жизни и очень требователь на работе не только к другим, но и к себе человек. 30 апреля всероссийские пожарные официально отметят свой профессиональный праздник. А сегодня ветераны собрались по старинке. 17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем. Конкурс на звание лучшей медицинской сестры, один из самых известных в области, проходит в Мурманске уже 12 раз. Как оказывается, творчество в медицинском деле тоже важная составляющая. Облетевший интернет-ролик про синий дом, нашу городскую больницу, как раз готовился к такому же конкурсу, но в прошлом году. О том, чем удивляли жюри и нашу съемочную группу медсестры в 2014-м, наш сюжет. Стоять на сцене под оценивающими взглядами жюри сложнее, чем ухаживать за больными, признается Наталья Геннадьевна. В этом году защищать честь Мурманской городской больницы представилась ей. Позади несколько теоретических этапов, а вот творческий конкурс еще только предстоит. Впрочем, пока его подробности держатся в секрете. «Работа, так сказать, сейчас не очень престижная в наше время. Мы будем надеяться, что изменится все скоро к лучшему для медицинских работников. В свободное время от работы готовилось к конкурсу, конечно, да, много это занимало сил, энергии, но тем не менее». В прошлом году на конкурсе «Лучшая медсестра» первое место заняла сотрудница городской больницы. Не последнюю роль в «Победе» сыграл позитивный музыкальный видеоролик. Творческая находка пришлась по душе не только жюри, но и пользователям интернета. Сегодня самовыражаться также будут, но больше на театральный лад. «За последнее время, конечно же, наши коллективы, что называется, истосковались по тому советскому времени, когда была не только работа, но и умели отдыхать. Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает». Пока одни выступают, есть время пройтись по программе. Команда поддержки из Кольской центральной больницы репетируют свой выход. Как ни странно, девушки даже дрожи перед сценой не испытывают. Они приготовили номер и кричалку. Покорять сердца зрителя будут сценкой и собственной практики. «Мы тучи развеем, здоровью навстречу, и каждого в Кольском районе излечим. Пусть солнца лучи сквозь болезни пробьются. Для любящих жизнь пусть сердца наши бьются». «Разные три песни у нас будут услышать про больных, про пациентов, про медицину. Веселые песни. Нет, у нас есть творческий человек, который пишет стихи. Музыку подбирали уже других авторов известных песен». В финал областного конкурса вышло всего 9 из 35 участниц. Впрочем, соревноваться есть за что. Победителя ждет приз в размере 60 тысяч рублей. Не стоит забывать и про полезный опыт. Так что бессонные ночи за репетициями и зубрежкой после тяжелого трудового дня окупятся с лихвой. В путешествие с арбалетом, да еще и на велосипеде. Молодой любитель велоспорта из Москвы Олег Заводов планирует преодолеть 13 тысяч километров до Владивостока. Домой же в столицу вернется только в октябре. Стартовал отважный путешественник, ранним утром от центральной площади Мурманска. Опровожали его наши корреспонденты. Каково это провести 7 месяцев в пути? Ответить на этот вопрос москвич Олег Заводов пока не может. Его приключения только начинаются. За спиной 60 килограммов провизии. Впереди 13 тысяч километров дорог. Таково расстояние от Мурманска до Владивостока. Велосипед полностью переоборудовать пришлось. То есть от родного здесь осталась только рама, сидушка и вилка. Все остальное мененное, переделанное личное. Самодельное зеркало заднего вида Олег прикрепил уже в Мурманске. Своё забыл дома. А еще пока он будет крутить педали, генератор будет вырабатывать энергию, достаточную для подзарядки телефона, чтобы звонить родителям и вести блог. Непосредственно подготовка началась буквально 5-6 месяцев назад. То есть прямая непосредственно закупка всего, переоборудование велосипеда. Потому что так я постоянно гоняю на велике, но раньше я не запаривался насчет запчастей и, можно сказать, даже не знал этой тематики. Половину экипировки вообще пришлось собирать под друзьям. Путешественник признается, это его первая велоэкспедиция. Но пробел Олег рассчитывает компенсировать богатым жизненным опытом. За свои 20 лет он проколесил автостопом пол России и сходил пешком Хибины. Да и в облаках не витает. Понимает, на пути может и не встретить приветливых попутчиков и обилие придорожных магазинов. На этот случай он прихватил перцовый баллончик от грабителей, а также рыболовные сети и арбалет. В Москве я подхвачу арбалет и в Забайкальском участке именно охотой буду уживать. Потому что там достаточно мало поселений, насколько мне известно, и контактов у меня там никаких нет. Вот максимум буквально в день старта из Москвы, в день выезда из Москвы, мне написала девушка из ЧАР. Это рядом с пустыней Забайкалья, где я хотел остановиться. И это единственный человек, который там ждет, на том участке. В разных городах Олега будут встречать представители местных велоклубов, помогать провизией и запчастями. Ближайшая остановка Петербург. Там велосипедист планирует оказаться на майских праздниках. А еще молодой человек вернется из путешествия с шикарной бородой. Для себя он решил, никакого бритья в течение всего пробега. Стив, Хоббит, Роджер, Вышибало и Гонец. Юль, что за клички? Это не совсем клички. Это имена маленьких роботов, которые вместе со своими создателями участвовали в крупных соревнованиях по робототехнике. О том, как собрать чемпиона и так ли далеко до прогресса, описанного в знаменитом кинофильме «Терминатор», расскажем в следующем сюжете. Как человек ориентируется в пространстве, полагаясь на органы чувств, так робот в аналоговом мире на специальные датчики. К примеру, у машин в дисциплине с лавом их три. Два распознают черную дорожку, еще один ультразвуковой – препятствие. Частенько сенсор, на который может повлиять любой источник света, например, вспышка фотоаппарата, ошибается. И техника вылетает за пределы трассы. Время бесспорно учитывается, но в первую очередь учитывается точность выполнения задач. То есть, насколько он правильно сделал все этапы, сколько баллов заработал за это. И если он еще это сделал быстро, то тогда, конечно, это лучше. Но важнее все-таки сделать правильно. У парней из команды RoboCompany хватает забот. Прямо на старте у их робота сели батарейки. Бывает и такое. В короткий пит-стоп между первым и вторым заездом они пытаются внести поправки в программный код. Азарт зашкаливает. Сдаваться ребята так просто не хотят. К тому же, по правилам, в зачет идет только удачная попытка. Единственное проблема была в объезде банки, потому что робот не мог правильно объехать банку. И поэтому мы сейчас эту проблему решаем. А в чем причина? Почему не мог объехать? Ну, там стоял неправильный коэффициент. И когда он банку объезжал, то он линию не видел. Первый раз всю трассу без помарок удалось пройти лишь нескольким участникам. Таня одна из них. Несмотря на результат, девушка надеется улучшить время. И усердно тренирует своего тузика. Кстати, буквально каждый робот имеет свое прозвище. Наверное, поэтому любой из них, несмотря на похожий внешний вид, обладает своим собственным характером. Наверное, у остальных участников на тренировке не было такого большого количества света. У нас все замешано на уравнении. Он сразу берет начальные показания света и едет уже от них. Славом, или, например, кёгель-ринг, это когда робот выталкивает за пределы круга цилиндры, считаются дисциплинами для начинающих. Более профессиональный уровень – это прохождение лабиринта или космическая станция. Такие дисциплины входят в международные соревнования, которые в этом году будут проходить в Сочи. У мурмачан есть все шансы попасть туда. Это мы готовимся к всемирной олимпиаде по роботам. А там просто соревнования проходят областные. Да, это сложнее. Когда соревнования только зарождались, в них участвовало всего несколько команд. Сегодня их 43 со всей области. А вот принципы программирования не позволяют роботу выполнять задачи без вмешательства человека до сих пор. Так что сделать из конструктора лего-терминатора с искусственным интеллектом точно не удастся. Хотя каждый желающий может попробовать дома. Так вы увидели эту неделю наши корреспонденты. А мы прощаемся с вами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова